Вашему вниманию представляется доклад изучения механизмов взаимодействия человека и медицинской пиявки. Очень интересный доклад, будьте любезны, послушайте. Я думаю, вы много интересного узнаете для себя. Работа проводится на базе Академии герудотерапии в городе Санкт-Петербург. Лабораторная диагностика проводилась в диагностическом лабораторном центре. Факты из истории развития цитологического метода. В 1862 году Бринтоном было впервые упоминание об исследовании заболеваний желудочно-кишечного тракта при микроскопическом изучении мазков и отпечатков. В конце XIX века стали применять диагностическую пункцию для получения цитологического материала из патологического очага. И в 1966 году на 10-м международном противораковом конгрессе в Токио цитологический метод как метод диагностики был одобрен и рекомендован для широкого применения в диагностике онкопатологии. Но метод имеет более широкое применение как в диагностике предопухолевой, опухолевой и доброкачественной патологии. Способами получения цитологического материала для цитологического исследования до настоящего времени являются цитологические исследования биологических жидкостей, секреты, мокрота, слюна и другие жидкости, эксплиативный материал, промывные воды, отделяемые различных органов, молочная железа, желудочно-кишечного тракта, диагностическая пункция патологически измененных участков органов и тканей, под контролем УЗИ или просто вслепую пункция мягких тканей или патологически измененных участков. Готовятся соскобы и мазки отпечатки с биопсийного и операционного материала при инструментальных исследованиях внутренних органов с помощью эндоскопической техники. При фиброгастроскопии, при эндоскопии, при ректороманоскопии и других инструментальных исследованиях. Проводятся исследования отпечатков с кожных покровов и слизистых оболочек при помощи специальных приспособлений пинцетов, щёточек, шпателей. И отдельно выделены гинекологические мазки, взятые при профилактических осмотрах с применением цитощётки ургенитальных зондов. Схематическое изображение строения женской половой системы, вашему вниманию, представляется в связи с тем, что специфическая аудитория, немножечко сведений из анатомии – яичник, труба, матка, цервикальный канал, шейка матки и влагалище. В связи с тем, что больший процент развития онкопатологии неоплазии шейки матки от 70 до 90% развивается в этой зоне, поперечный срез в большем увеличении. В эту зону была осуществлена при гинекологической патологии приставка медицинских пиявок во влагалище. Зона особенно опасна в плане развития неоплазии, зона трансформации, которая имеет название. Здесь происходит переход многослойного плоского эпителия со стенок влагалища на переход в цилиндрические эпители в цервикальном канале. Эта зона трансформации, так называемая, в детородном периоде имеет особое положение, особое строение в связи с большей травмируемостью и способностью образовывать новое образование, переходить в клетки новое образование. Нами были приготовлены цитологические препараты в процессе приготовления. Мазки брались с гинекологического зеркала и приготовились из объемных образований, которые были выделены после постановки во влагалище, отделяемые свободно, без инструментальных вмешательств. Разные объемные образования, в данном случае 25-25 мм, мягкой эластичной консистенции, легко разрушаются пинцетом. Были выделены беловатые прожилки, из которых и приготовлены цитологические мазки. Вашему вниманию представлена таблица результатов исследований. Пациенты разного возраста, от 5 до 49 лет. Постановка различная. Не только во влагалище при гинекологической патологии, но и на слизистые полости рта и периональной зоны. Это связано с тем, что пациенты в Академии геродотерапии приходят с различной патологией, которая ранее поставлена в различных лечебных профилактических учреждениях и диагностических города, и обращаются за медицинской помощью. Либо в связи с тем, что медицина классическая отказывается в помощи, либо в связи с тем, что были получены хорошие результаты у близких, родных, знакомых. И по рекомендациям пациенты обращаются в Академию геродотерапии на геродотерапию. В данной таблице пациенты приходили с верифицированным клиническим диагнозом женщины детородного периода в основной диагноз бесплодие, носители вируса зачастую. Вирусы выделяли мед при необходимости при ПЦР-диагностике. Цитологическое заключение ставилось на основании морфологического исследования цитологических препаратов. Используется классификация ВОЗовская и международная классификация ПОБИ-теста с постановкой диагноза цервикально-интерапитуляльной неоплазии. В данном случае женщина 29 лет. Цитологическое заключение гликоплакеи. Косвенные признаки наличия вирусных поражений при ПЦР-диагностике выделен вирус Эпштейн-Варра. Те пациенты, которые здесь в таблице перечислены, дальше я буду показывать, демонстрировать микрофотографии цитологических препаратов. Чем они хороши и особенны? Тем, что следующая пациентка, имея носитель герпес-вирусной инфекции, морфологически был поставлен аналогичный диагноз. Лейкоплакеи – косвенные признаки наличия вирусного поражения. Но она является носителем другого совершенно типа вируса, герпеса второго типа. Женщина 34 лет с трубной непроходимостью. В анамнезе хламидиоз. Признаки воспаления умеренно выражены. На вирусы женщина не обследована. При морфологическом исследовании цитологических препаратов было поставлено заключение лейкоплакея, косвенные признаки вирусного поражения, цервикально-интерапитуляльная неоплазия первой степени, слабая дисплазия по возовской классификации. Следующая женщина 49 лет. В анамнезе и шимическая болезнь сердца обратилась именно с этим диагнозом. Но впоследствии стала жаловаться на боли в области верхней челюсти. В результате постановка пиявок была осуществлена на слизистую полость рта. В результате постановки вместе со слюной и кровянистым отделяемым были получены крошковидные беловатые массы, из которых и были приготовлены цитологические препараты. В диагноз был поставлен лейкоплакея, косвенные признаки наличия вирусной инфекции, леничные клетки с признаками атипии и разрушением, подозрения на новообразование, злокачественное, рак плоскоклеточный. Женщина отправлена на консультацию к онкологу. Мальчик 5 лет, с острым паненцефалитом, диагноз детский церебральный паралич. Наличие вируса было поставлено 15-18 день после выписки из роддома. Носитель вируса герпес-вирусной инфекции, вирус второго типа. При исследовании цитологических препаратов был поставлен диагноз лейкоплакея, косвенные признаки наличия вирусного поражения. А далее мы с вами смотрим фотографии. Микрофото, отделяемые со слезистой прямой кишки. Чем они особенные? Вот эти клетки, голубоватые, безъядерные чешуйки, характеризуются накоплением кератогиолиновых и гиолиноподобных веществ в цитоплазме клеток. Реактивное состояние на наличие вирусов. Вот здесь два слайда с одного и того же препарата, одного и того же пациента. Носитель вируса герпес второго типа. Следующий препарат. Эти микрофото сделаны у разных пациенток при наличии разных типов вируса. Вот здесь написано Эпштейн-бар и носитель вируса герпес-вирусной инфекции второго типа. Те же самые морфологические изменения. Практически голубоватые окрашивания цитоплазмы в разной степени на одном и втором препарате. В обоих случаях косвенные признаки наличия вирусной инфекции или каплакия. Следующее микрофото сделано с отделяемой слизистой влагалищей у пациентки, у которой была поставлена цервикально-интерапителиальная неоплазия, то есть начальная стадия предракового изменения морфологии эпителия. Этот диагноз был поставлен ранее, до того, как пациентка пришла к нам. Мы об этом не знали, но впоследствии она принесла копию лабораторного исследования, где диагноз, поставленный ранее, был аналогичен поставленному у нас. Следующее. Вот тот самый препарат у женщины со слизистой полостью рта. Здесь аналогичная картинка. Единственное, чем отличается. Здесь видны укрупненные ядра, двухъядерные клетки. И по структуре хроматина этих ядер было сделано предположение о том, что имеется новое образование. Во всех этих препаратах вы не увидели вот этих изменений некроза, лизиса и апоптоза. Это состояние морфологии клеток, которые могут иметь характеристики при некрозе. Гибель клеток возникает при воздействии неблагоприятных факторов физических, химических, бактериальных и характеризуется кариолизисом и кариорексисом. Лизис – это состояние морфологии клеток, когда расплавление клеток, клеточных структур происходит при участии ферментов, лизосом. Апоптоз – это физиологическое состояние, программированное гибель клеток в процессе жизнедеятельности и, возможно, от нескольких часов до нескольких минут, известное для кардиомиоцитов несколько лет. При микроскопии обнаруживаются характерные апоптозные тельца. В данных препаратах этих изменений не было обнаружено, поэтому эти клетки, эти препараты цитологические, приготовленные в данном случае уникальным способом получения клеточного материала, было получено при герудотерапии. Это первое в мире исследование. До этого таких исследований не проводились, и микрофотографии, которые вы видели, это тоже уникальные. Аналогичных нет пока. Следующий слайд – схема строения матрикса. Когда мы стали искать морфологию строения тканей, искать механизм, почему клетки отделяются патологически изменённые, а здоровые клетки остаются на своём месте, то была найдена вот такая схема. У Хайне в 1987 году он предложил эту схему для строения матрикса. Она очень хорошо демонстрирует, вот если мы рассмотрим эту морфологию слизистой, по образу и подобию, многослойные плоские эпители, которые крепятся на базальной мембране. Под этой базальной мембраной находятся структуры, но это у каждого человека на разных участках имеет похожее строение. Межклеточное вещество, которое состоит, дальше немножечко будем говорить, имеет сложный состав. Клетки различные, в том числе тучные клетки, о них чуть позже тоже. Просвет кровеносного капилляра, в который кровоснабжает подлежащие ткани, ткани органов, ткани разных органов. Особое здесь имеется строение точной клетки, которые расположены вдоль кровеносных сосудов и вдоль нервных пучков. В большом количестве они располагаются в слизистых урогенитального тракта, желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей. Имеет своя особенность, дальше мы с вами обсудим, клеточные структурные компоненты межклеточного матрикса. К клеточным элементам матрикса относятся фиброциты и фибробласты. Они отвечают за синтез межклеточного вещества. Тучные клетки, они же лаброциты, они же мастациты, они же тканевые бозофилы. Это клетки крови бозофилы из ряда лейкоцитов. Попадают они в межклеточное вещество матрикса из сосудистой сети капилляров. Неклеточные структуры. К неклеточным структурам относят эластиновые волокна и коллагеновые. Эластиновых всего 4 типа, коллагеновых всего 12 типов. Основное вещество состоит из протоугликанов и гликозаминогликанов, они же мукополисахариды. В разных источниках просто имеется разное название. В нормальных условиях замещение происходит максимум через 4 месяца. Это от 2 до 120 дней продолжительной жизни этих структур. На этом основано уникальное исследование, которое проводил Альберт Иванович Крышенюк в своей Академии геродотерапии в 2001 году, предлагая индекс интоксикации учитывать при наблюдении за пиявками, которых использовали для лечения. Базальная мембрана. Это тонкая листообразная пластинка, на которой располагаются клетки, толщина которых. Толщина этой мембраны составляет 40-50 нанометров и образована двумя слоями. Электронно пропускающего слоя из ламинина и коллагена 4 типа. И электронно плотного слоя, который состоит из коллагена типа 7. Интерстициальная жидкость, которая составляет водную структуру, содержит аминокислоты, сахар, преимущественно жирные кислоты, коферменты и вещества мессенджеры, гормоны, нейтротрансмиттеры и другие, к которым относят в небольшом проценте соли, минералы, конечные продукты, метаболизма клеток. Там же располагаются в интерстициальной жидкости и межклеточном веществе экзотоксины и эндотоксины. Функции матрикса. Матрикс у нас имеет большое значение в организме человека. Он выполняет трофическую транспортную функцию, служит средой для разделения имиграции клеток и может индуцировать дифференцировку клеток. В межклеточном пространстве основного вещества матрикса происходит накопление токсических веществ, которые попадают в организм человека с продуктами питания, с кровью, с дыхаемыми парами воздуха и через кожные покровы человека. В процессе герудотерапии я вам говорила о том, что дезинтоксикационный эффект достигается и все пациенты без исключения 100% свидетельствуют об улучшении общего самочувствия, об изменении уровня жизни, повышении работоспособности. И это актуально, потому что на герудотерапию обращают внимание положительная динамика не только для детей, то есть для пациентов маленького возраста, но и для людей более старшего возраста, когда уже имеется целый букет заболеваний и при этом масса противопоказаний при использовании фармацевтического лечения. При длительном наблюдении за приставными пиявками после насыщения отмечается и гибель в разные сроки у разных пациентов в зависимости от того букета, который они имеют, букета заболеваний. Впервые было предложено исследование интегрального показателя токсичности крови пациента. Это как раз в 2003 году на съезде в 8-м конференции Ассоциации герудологов России и стран СНГ была предложена вот эта работа «Медицинская пиявка» как интегральный показатель токсичности крови. По составу секрета слюны пиявки на данный момент открыты основные составные герудин, который в 1884 году был описан Хайкрафтом, гиалуронидазофермент, который обеспечивает гидролиз и деполимеризацию гиалуроновой кислоты кислых мукополисахаридах, гликосаминогликанов, гистаминоподобное вещество, которое участвует в образовании типичной воспалительной реакции вместе приставки пиявок, бделинные вещества, которые ингибируют трепсинный плазмин и обнаружены в 1969 году. Вещества и глины, полипептиды, ингибируют с альфа-химотрепсином и субтелизином, образуя комплекс, уменьшая воспалительный очаг, ответная реакция на приставку пиявки. И дестабилазный комплекс, который рассматривают как природную липосому, обнаруженную в 1986 году, осуществляет нетрадиционный механизм фибринолиза. Открыты были нейротрофические факторы в 1996 году авторы Крышенюк, Крышенюк Альберт Иванович, Крышенюк Светлана Владимировна и Чалисова. Выводы. Впервые было обнаружено новое явление в процессе герудотерапии отторжения патологически измененных клеток со слизистых влагалищ прямой кишки, ротовой полости без хирургических манипуляций. Пиявка, клеточный скальпель, термин употребляется впервые с 2013 года. В организме человека в основном веществе матрикса в процессе герудотерапии происходят сложные биофизические и биохимические процессы, возможно, с участием структурных и клеточных компонентов матрикса, предположительно, тучных клеток, межклеточной и внутриклеточной воды. Это по теории и парадигме аквакоммуникации, акваструктура человека. Механизм взаимодействия организма человека и медицинской пиявки имеет сложный, многоуровневый, многофакторный характер. Находится в стадии изучения и связан предположительно с явлениями и свойствами взаимодействия открытых живых систем. Единственное, я пропустила, прошу прощения, слайд, предполагаемые механизмы отторжения патологически измененных клеток со слизистых при герудотерапии. Этот механизм описан впервые, потому что до настоящего момента все время спорят о том, куда ставить пиявки и сколько их ставить, в каком количестве и каков эффект от этих постановок. Под действием секрета слюных желез живой пиявки происходит сложный процесс, многокомпонентный, многоуровневый и пролонгированный. Воздействие осуществляется на весь организм в целом, так как работает вся система. В веществе матрикса происходят биохимические и биофизические процессы. В процессе отделения измененных клеток участвуют биохимические компоненты, из которых основной является гиалуронидаза. И с учетом особенностей встроения биологически активных точек происходит реакция дегрануляции тучных клеток под действием слюны. Запускаются каскадные биохимические реакции в организме человека. В цитоплазме тучных клеток на данный момент известно, содержатся от 100 до 150 гранул диаметром 200-500 нанометров. Еще был описан акустический волновой эффект гирудотерапии, который, возможно, связан со свободно-радикальными процессами, происходящими в аквасистеме человека. И, возможно, это обеспечивает как второй компонент отделения патологически измененных клеток от здоровой. Акустический волновой эффект открыт и описан в 2001 году авторы открытия Крашенюка Альберт Иванович и Фролов Дмитрий Иванович было показано, что пиявки генерируют ультразвук в диапазоне от 25 до 250 килогерц. Все, спасибо. Спасибо. Вопросы? Вопросы? Может, кто-то дополнить хочет? Ну, поэтому и спрашивайте. Спрашивайте, что непонятно, потому что... Куда ставить? Куда ставить? Я втознаю. Обращайтесь к специалистам, они знают. А если хотите сами лично приобретать опыт, приходите к Альберту Ивановичу на кафедру на обучение. Вы его сотрудничаете? Да, он присутствует в зале, Альберт Иванович. Кафедра Академии герудотерапии, город Санкт-Петербург. Я считаю, что этот доклад... Скажите, может быть, что-нибудь добавят. Вообще, я считаю, этот доклад достойный ответ Ярослава Григорьевича Клюшина. Да, уважаемые коллеги, буквально два слова. Поскольку в основном здесь присутствует физическая аудитория, я думаю, если мы несколько слов скажем в контексте физики, тогда станет немножко более понятно, о чем идет речь. Впервые докладывается новое явление, которое было неизвестно ни биологам, ни врачам. Когда вы сажаете пиявку на ткань, на слизистую, в процессе кровососания происходит отторжение пласта измененных клеток. Вот никто этого не знал. Вы знаете, что биопсия это окончательная постановка диагноза есть опухоль или нет, или она доброкачественная, злокачественная, но всегда оператор может попасть в здоровую ткань. И тогда ошибка, которая повлечет за собой серию других ошибок, очень серьезная. Медодиагностика. Абсолютно верно. Да. Вот здесь мы видим другую ситуацию. Отторжение пласта измененных клеток и вот вам готовый материал для анализа. То, что сегодня блестяще представила сегодня Елена Петровна в своем докладе. А вот механизм очень интересен. Вместе с коллегами из Фистеха мы впервые обнаружили, что пиявка, как, впрочем, и другие крупные гидробионты, киты, кашалоты, касатки обладают слабым акустическим сигналом, который не слышит наше ухо. Это диапазон 25-250 кГц. Но вся наша апосистема, все наши органы отвечают на этот слабый сигнал. Если процитировать немецкого биофизика Поп, он говорит, особенность биологии сила в слабом. Вот этот слабый сигнал мультиплицируясь генерирует очень мощный ответ всех органов и систем. Вот почему те результаты, о которых сегодня говорила Генерира Петровна, являются абсолютно уникальными. Как следствие, российская школа геродотерапии сегодня занимает лидирующее место в мире. Поскольку сегодня обнаружено более 30 эффектов. Она лишь коснулась того вопроса, который она изучает. Это тема ее будущей диссертации. геродотерапии, упомянутые ей, например, нейротрофические факты, а также реликтовая вода, на которой замешан биохимический коктейль пиявки, дает удивительные эффекты регенерации. То есть частично ампутированный яичник у женщины может восстановиться, эмбрионально застывшая почка может восстановиться, но и много других чудес. И в этом смысле это лишь фрагмент работ российской школы геродотерапии, которая сегодня признана во всем мире как лидирующая школа. Благодарю вас за внимание. Один вопросик. А вот методологические какие-то у вас изменения произошли? Конечно. Вот хотелось бы остановиться на этом. Конечно. Значит, вот Елена Петровна упомянула, что до сих пор идет дискуссия, куда ставить пиявку при использовании этого древнего метода, кстати, который упоминается во всех священных текстах. Тора, Библия, индуистские тексты и Коран. И это было загадкой. Почему? Так вот, сейчас потихонечку мы часть этих загадок уже раскрыли, хотя еще многое неизвестно. И стало понятно, что сегодня при высоком уровне аллергизации населения постановка пиявки вызывает почти в 50% случаев негативные реакции в виде отека, зуда, иногда некрозы в местах укуса. Ну, таково сегодня наше население, планеты. И вот, когда мы выбрали в качестве основы точки для постановки пиявок, основанных на принципах аюрведы, принципах мармотерапии, на принципах китайской традиционной медицины, а это область слизистых, все пошло совсем иным образом. Нет абсолютно приставочных реакций, и мы начинаем получать уникальные материалы, вплоть до лечения доброкачественных опухолей, кист, миом, фибромиом, они лечатся без оперативного вмешательства, и даже невринома, это описано в нашей монографии, вместе с академиком Дульневым, который, как вы знаете, много лет занимался исследованием паранормальных явлений, последние семь лет его жизни были связаны непосредственно с пиявкой. Он был и моим пациентом, и он был выдающимся исследователем в этой области, который показал, что вот этот слабый акустический сигнал меняет структуру, аквасистему нашего организма. Пиявка является очень мягким генератором свободных радикалов, превращая воду в источник энергии, а это тоже близко физикам. Будьте добры, вопрос. Санкт-Петербургский парк, дом 5, мы 14 лет там работали, это станция метро Горьковская, станция метро Горьковская. А сейчас, если есть конкретные вопросы, пожалуйста, я дам вам свою резичку и все. Дам свою резичку. И еще, благодаря вот такому подходу, кафедра работает уже почти 20 лет, занимаясь проблемой бесплодия, она подтолкнула к этому трагедия Чернобыля, где эпидемия поликистоза, то есть женщина по определению не может родить ребенка. Вот у нас сегодня, благодаря использованию этой технологии, родилось, обратите внимание, более трех тысяч детей от бесплодных пар, с оценкой 9-10 павгар. Это супер дети, это не дети индигов. То есть это путь, который может вывести нас из демографической катастрофы. И вторая наша программа, это сохранение интеллектуальной элиты, то есть людей, сидящих в этом зале, для продления творческого потенциала, потому что нами был открыт нейротрофический эффект, который позволяет, образно говоря, переводить работу нервной ткани из операционной системы Пентиум-1 на Пентиум-4. Восстанавливается память, аналитические способности, резко повышается творческий потенциал человеку. Уровень жизни повышается. Так, если у пиявки идет лечебный эффект от ультразвука соответствующих частот, почему нельзя сделать медицинский инструментарий именно на использование этого эффекта? Хороший вопрос. Мы давно приземлили. И мы также работали с Луисом, нашим Исутом Бочбуревичем, с профессором Ястребовым, но вот жизнь внезапно оборвалась и пока вот на этом этапе мы остановились. Это очень хороший вопрос. И можно использовать еще и нанороботов, которые будут очищены от побочных лечебных эффектов. Живая пиявка не может быть заменена ни каким фармацевтическим препаратом и никакой механической машины, какой бы она сверх совершенной и уникальной не была. Это природа, а природа лечит природу. Подобное лечит подобное. Но если опухоль находится в кишечнике, в тонком кишечнике, в 12-перстной кишке... Если вы придете к грамотному специалисту, будете наблюдаться и лечиться адекватно, вы будете видеть результат. Жевать не надо, пиявки глотать не надо. А против атеросклероза они не действуют? Работает, работает. Это прямой патогенетический фактор. Дело в том, что пиявка вымывает холестерин из атеросклеротической бляшки. То есть никакие статины не нужны. Нужен только грамотный подход. Атеросклероз в данном случае это решаемая задача, но лоббисты фармацевтических препаратов тщательно скрывают эту информацию, поскольку им надо продавать препараты. А омолаживающий эффект каков? Великолепный. Великолепный. Женщины из Пентиума цветут и пахнут. И мужчины кстати тоже. Я хочу сказать, что вопрос... А варикоз она величит тоже? Восстанавливается не только детородная функция, но и повышается репродуктивная возможность у женщин. Она может родить ребенка не любой ценой, она может одного, двух и трех и более родить, сохраняя репродуктивное здоровье. То есть сегодня проблема и трагедия в том, что женщина в родах останавливает свою родовую активность и тогда родовспоможение либо две акушерки полотенцем, либо препараты группы окситоцина в 100% случаев нарушение биомеханики родов и рождение детей с детским церебральным параличем. родовая травма. У нас таких проблем не бывает, они исключены. 20 лет работы у меня тоже вопрос был, я Светлана Петровна ответил почти нею. Лена, извините, у вас совпадает дважды с Главатской Игорь Иванович. Спасибо. Значит, Ассер, ты вас не понимаешь, мы с вами раздайте визитки. Белки, белки, белковые фракции на специальных исследованиях и порядка 500 веществ выделено, но не все они названы и не все известны функции их, этих препаратов, которые выделены. Это белки, белковые вещества и небелковые вещества. Это белое пятно, которое еще требует изучения. Это я перечислила в процессе доклада только часть препаратов. Это на хроматографии, да, на хроматографии, на хроматографии, да.